МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире с новым выпуском тележурнал «Чего хотят женщины». И хотим мы на этот раз выступить в пользу активного образа жизни. Когда осенний ноктюрн превращается в зимний блюз, есть искушение махнуть на все рукой и впасть в спячку до весны. А это плохо. Все любопытное может случиться без нас. Чтобы не сдаваться сонливости, нужна энергия. Она позволяет нам быть активными, красивыми и интересоваться всем на свете. Начнем с простого, но важного. С наступлением холодов организму требуется больше калорий для его согревания. Смелее включаем в домашнее меню соответствующие блюда, привычные и новые. Как насчет колоритной долмы? Если не являетесь асом в ее приготовлении, смотрите наш видеосюжет. Долма – восточный родственник наших глупцов. От Балкан до Ирана в каждой стране есть свои особенности приготовления этого блюда. Грузинская долма довольно острая. В Армении пряности добавляют осторожней. В Азербайджане ее готовят с рыбой. В Греции – вегетарианскую с лимоном. Долма в любом варианте – это очень вкусно. И тот вариант, который предлагает нам сегодня Рита Фарах, абсолютно беспроигрышный. И при том несложный. Рита – успешная бизнес-леди, управляющая салоном красоты, любящая жена и мама замечательного сына. Отличная хозяйка. А еще у нее восточные корни. Долмой в семье Фарах традиционно встречают дорогих гостей. Словом, на Рите на рецепт этого блюда можно положиться. Особого секрета приготовления нет. Если ты знаешь, как его готовить, и у тебя есть проверенный рецепт, то только хорошее настроение, и все, что ты делаешь, нужно делать с любовью. Я думаю, что здесь этот рецепт тоже сработает. В восточной кухне очень много зелени обычно и специй. Мы не будем отходить от традиций, добавим много свежей зелени и хорошие вкусные специи. Еще нужны маринованные виноградные листья, которые можно купить на рынке. Они вносят особенную вкусовую нотку в готовые блюда. Оно должно получиться в меру острое, сытное, ароматное. Благодаря соусу, который добавляет свежей зелень и чеснок, это очень вкусно, возбуждает аппетит одного запаха. Я лично очень люблю это блюдо. Я думаю, что оно всем понравится. Начнем с того, что мелко нарежем одну луковицу и смешаем ее с мясным фаршем. Всего 800 граммов. Пополам сменина и говядина. Обязательно пряные травы. Берем по небольшому пучку все, что любим. Зелень укропа, петрушки, кинзы, беденка. Измельчаем и добавляем в фарш. Туда же отправляем заранее замоченный на 2 часа круглозерный рис. Потребуется 3 четвертых стакана. И для придания восточного аромата воспользуемся специями. Рита считает, идеальный букет составит кориандр, порошок перца чили и мускатный орех. Берем всего понемногу на кончике ножа. Соль по вкусу и фарш готов. Теперь ответственный момент. Заворачиваем подготовленную начинку в виноградные листья конвертиком. Блестящая сторона листа при этом должна остаться внутри, чтобы долма не развалилась при приготовлении. Выстилаем дно кастрюли листьями и плотно укладываем на них долму слоями. На последний верхний слой выложим нарезанные кружочками томаты. Это придаст блюду приятную, едва уловимую кислинку. Заливаем долму кипятком и томим на медленном огне в течение часа. Очень важный момент. Соус к долме. Традиционно из кисломолочных продуктов. В Армении это мацони с толченым чесноком и солью. В Азербайджане котык с чесноком. Рита использует простоквашу. Для нашего количества долмы 400 граммов. Измельчаем головку чеснока и внушительный пучок пряной зелени. Смешиваем и подаем соус к столу вместе с восхитительной долмой. Это действительно очень вкусно, колоритно и сытно. Рита, я благодарю вас за оригинальный рецепт. Примите, пожалуйста, от нашей программы и от магазина Айурведы на Варварской небольшой подарок. Вот такой замечательный чай, вкусный и ароматный. Спасибо, Варша. Я надеюсь, что мой рецепт пригодится людям. Убеждаю в этом. Вкусный ужин – инвестиции в хорошее настроение у нас и наших близких. Если за окном холод, а на душе тепло, все у нас будет замечательно. Ну, а следующий совет такой. Когда природа готовится к зиме и уже не радует нас красками, окружайте себя яркими вещами. Особенно эффективно гонят прочь бесцветную хандру те, что сделаны собственными руками. В последнее время активно завоевывают всеобщую любовь топиарии. Свойственные европейской флористике украшения интерьера – просто находка. И для тех, кто не хочет обременять себя заботой о комнатных растениях, и для тех, кому надоели стандартные букеты в вазах. Топиарий – это оригинальная форма, цвет. Сумасшедшее разнообразие материалов, в том числе природных. И, конечно, фантазия автора. Ведь они сделаны вручную, эксклюзивно. К тому же, говорят, топиарий – дерево счастья. Приносит в дом удачу, хорошее настроение и достаток. Поэтому в горшочек мастерицы частенько кладут монетки. В общем, наша программа и Анна Сазонова предлагает вам вырастить радостные деревцы у себя дома. Времени много не понадобится. Всего часок-другой, чтобы приятно провести вечер выходного дня. И дети могут помочь. Мы сегодня будем изготавливать топиарий. Вот такого плана, как этот оранжевый, только с другими цветами – камелиями. Для работы нам понадобится материал. Пенопластовый шар основа, пластиковое кашпо, ствол. Мы берем неокрашенный ствол, сизалевое волокно, конечно же, цветы, которые мы будем декорировать шар основы. Заготовки из органзы. Также понадобится алебастр, искусственные листья и декоративные мелочи. Мы берем пенопластовый шар основы и ствол карелис. И намечаем, где будет наша основа находиться и протыкаем. В миске разводим водой алебастр. Он хорош тем, что пластичнее обычного цемента не даст трещину и не расколет кашпо. Наполнив кашпо, вставляем нашу заготовочку. Конструкция схватится за 10 минут, а полностью затвердеет лишь на вторые сутки. Но уже можно выращивать у деревца крону. Из квадратиков органзы 8х8 сложены и сшиты вот такие симпатичные веерочки. Клеим их на основу. На одно деревце нужно примерно 3 метра материи. Процесс озеленения зачаровывает. Вот и я не удержалась и решила поучаствовать. Далее цветы. Обрезаем камелии на длину 5-7 сантиметров. Делаем отверстие в заготовке. Наносим капельку клея на стебелек и прикрепляем. Так же и с другими цветами и декоративными веточками. Гибкие стебли смазываем клеем и прикладываем к органзе. А для декорирования горшочка берем так называемое сизалевое волокно. Небольшой кусочек. Получается травка. Остается взглянуть на композицию в целом. Добавить ей немного блеска и оживить милейшими представителями фауны. Декорируем бабочками, божьими коровками и лягушечкой. А вообще расскажи, откуда взялось название тапиарей. Насколько я знаю, это название произошло из Древнего Рима. Там были во дворцах такие рабы-тапиары, которые стригли деревья различных форм. Украшали сады, также известные сады Семирамиды. За готовые композиции уход нужен минимальный. Как шутит Анна, главное не поливать. А если серьезно, берегите тапиарей от влаги и прямых солнечных лучей. Ну и периодически смахивайте с него пыль. Вот такое у нас получилось деревце. Наша композиция готова. Это тапиарей «Дерево счастья и удачи». Он выполнен в таких красивых, теплых тонах. Оно будет дарить тепло и удачу. А я, в свою очередь, хочу ее подарить в вашей передаче. Пускай она вас радует своим теплыми, нежными тонами. Спасибо огромное. Подарить себе хорошее настроение, а окружающим улыбку, на самом деле, не так уж и сложно. Не будьте пассивны, пробуйте новое, творите, интересуйтесь многим и многим вокруг. Впечатления наполняют нас энергией, бодрят, вносят в жизнь разнообразие и делают ее ярче и интересней. Дерево счастья Что-то такое необыкновенное, как ощущение ожидания чуда. Картины хочется рассматривать, выискивать незаметно из первого взгляда детали. А главное – погружаться в совершенно другой, но такой близкий нашему сердцу мир. Мир сказки. В основном я рисую маслом, то есть масляные краски. И плюс у меня есть своя техника. Это элементы декупажа, акрила, роспись. Ну, они достаточно трудоемкие по времени. Ну, это мне очень нравится. Когда рисую, это, наверное, переход в какой-то другой мир. Отключаешься полностью. Плюс если еще фоном идет какая-то музыка, то это абсолютное выпадение из реальности. Больше всего это какие-то фантазии, сны, впечатления. То есть все то, что приходит в голову. Я не совсем люблю рисовать с натуры, поскольку интереснее все-таки какой-то внутренний мир изображать. Говорят, во внутреннем мире женщины любая ее идея всегда объединяется с соответствующими чувствами. Думаем, это абсолютно верно. Это и отражают работы художницы. Уловить смутные образы и проявить их на полотне со всей силой и полнотой. Ко многим картинам Дарья пишет рассказы и сказки, стихи и просто истории. Иногда неясно, что появляется раньше – слово или визуальное представление. И то, и другое идут рука об руку, помогая ярче выразить мысли и чувства. Каждая картина – история, а они бывают разные. Веселые, беззаботные, щемяще грустные, непредсказуемые, уютные, чудесные. Вдохновение – тонкая структура. Идешь, например, по парку и просто видишь какого-то человека, какой-то образ сразу в голове находишь. То есть специально, если что-то смотреть, делать, слушать, ну это приятно, но никаких вот не щелкает нигде. А неожиданно что-то, видишь, там какой-то предмет, там лист в луже лежит, или отражение, или какие-то звуки слышишь. И сразу вот начинает, в голове крутится-крутится, и это уже выражается определенно. Например, вот эта вот работа, она пришла в голову совершенно спонтанно. То есть я сидела, занималась совершенно другим делом. И мне просто захотелось взять и пойти сейчас ее нарисовать. И я поняла, что это был такой выплеск эмоций на тот момент каких-то жизненных моих трудностей. И поэтому она мне очень просто дорога, близка, и я с ней не могу расстаться. Легко нарисовать и написать свою эмоцию, и поэтому мне с этим легче жить. То есть даже какие-то плохие, негативные эмоции, они трансформируются на рисунки. И, ну, становится действительно как-то на мир смотришь уже по-другому. Ну, плюс я чувствую действительно какую-то нужность от того, что я делаю. Потому что главный смысл — это отклик, который возникает у людей при просмотре, при прочтении. И если этот отклик есть, если какая-то эмоция в ответ возникает, значит, я не зря это делаю. Необычные и милые образы рождаются в этой мастерской. Что-то совершенно неожиданное, что-то узнаваемое и доброе. Бальяжный кот, сказочные феи — фантазии позволяют художнице реализовать себя и дарить радость всем, кто любуется ее картинами. Что ж, милые дамы, отправляйтесь за новыми впечатлениями на концерты, спектакли, выставки. А еще есть всевозможные обучающие курсы и семинары, чтобы вас заинтересовало. Может быть, рукоделие или, например, цветоводство. С конца октября дачники, как правило, устраивают себе отпуск от садовых работ. Но отпуск можно проводить по-разному. Сейчас у нас появляется время, когда можно уютно устроиться с книгой или перед компьютером, и перелистывая руководство по садоводству, тематические сайты в интернете, каталоги растений и семян, помечтать о том, что из всей этой красоты хотелось бы увидеть в собственном саду. Самые великие достижения, как известно, начинаются с мечты, превращаясь затем в цель. А чтобы реализовать задуманное, нужны новые знания и умения. Вот их-то сейчас и можно получать, чтобы затем в новом сезоне реализовать на практике. Именно сейчас начинает свою работу школа природного земледелия при Центре органического земледелия «Сияние». 25 и 28 октября все желающие приглашаются на первый семинар «Секреты высоких урожаев. Итоги прошедшего сезона. Осенние работы в саду и огороде». А 1 и 4 ноября на семинар «Чем питаются растения? Компостирование? Готовим к зимовке сад, огород, цветники». Следующие семинары будут проходить по вторникам в 18.00 и субботам в 11.00 ежедневно. Расписание занятий вы найдете на сайте сияние3.ру. И можно узнать все о школе природного земледелия, позвонив по телефону 4-151-169. Было бы желание, и каждая из нас, мы уверены, непременно найдет для себя занятие по душе. Даже если вы завзятые домоседки, составьте план мероприятий, где захотите побывать. И выбирайтесь из дома. Положительные впечатления гарантированы. Ну, а чтобы ни погода не испортила настроение, одеваемся тепло и стильно. Это тоже важно для нашего настроения. В этом сезоне как никогда популярен Боха, стиль, который часто называют богемный шик. Неординарный микс разных направлений дизайна, индивидуальный и свободно сочетающий удобство одежды, красочность, смелость и обязательно натуральные ткани. Летом это легкий шелк, лен, хлопок, рюши и многослойность. А в холода – шерсть. Новые элитные шерстяные коллекции «Осень-зима» представляют необычные решения в чувственных женственных линиях жакетов, платьев, юбок, свитеров, кардиганов и пальто. Особое внимание уделяется прежде всего мягкой стопроцентной шерсти мереноса, которые живописно стилизуются дизайнерскими принтами, ручной довязкой, крючком и вышивкой. Шерсть мереноса отличает высокую гигроскопичность. Она способна впитывать до 33% влаги от своего объема, благодаря чему тело человека всегда остается в сухом тепле. Именно поэтому шерсть мереноса отличается особым комфортом при носке, не раздражая кожу, дает ощущение уюта. А двухсторонняя вязка ткани гарантирует, одежда будет радовать не один сезон. Каждая вещь как произведение искусства. Жакет, декорированный вышивкой и деревянными пуговками, может отлично сочетаться и с воздушной струящейся юбкой и с джинсами. Пальто подарит хорошее настроение даже в самую пасмурную осеннюю погоду. Вдвойне приятно, когда вещи не только согревают, но и позволяют создать потрясающие красивые неповторимые образы. Чаруй нас яркой палитрой и оригинальной фактурой. Новую коллекцию дизайнерского трикотажа и стопроцентной шерсти мереноса представляют салоны «Исландский трикотаж». Главный ярмарочный дом «Иванеева-15». «Исландский трикотаж» – искусство дарить тепло. Дизайнеры, которые год сходятся во мнении, что без перчаток осенний зимний модный образ не будет законченным. И мы прислушиваемся к их советам, потому что хотим не просто держать руки в тепле, но и оставаться стильными и привлекательными даже в самые сильные морозы. Одной из самых востребованных моделей на подиумах были, есть и будут в ближайшее время длинные перчатки. Варианты из кожи и замши разных цветов всегда прекрасно сочетаются с основной одеждой, либо с деталями и другими аксессуарами образа. Наравне с длинными популярностью пользуются и короткие модели – классические или приближенные к ним. Часто они декорируются интересными элементами – от заклепок, шнуровки и молний до искусственных камней и пайеток. Если речь идет о вечернем аксессуаре – актуальная тонкая эластичная кожа, изящные рисунки, сеточки и кружеворочные работы. Такие перчатки способны сделать образ. В тандеме с эксклюзивными перчатками великолепно выглядеть будет даже самое простое платье. По-прежнему прослеживается мода на байкерскую и спортивную атрибутику, в частности на перчатки без пальцев, что отлично сочетаются с кожаной курткой или с легким коротким пуховиком. Если же обыгрывается образ элегантный, обратите внимание на кожаные модели с меховой отделкой. Натуральная кожа сама по себе материал яркий и богатый, а мягкий очаровательный мех делает изделия просто роскошными. Ну и, наконец, для желающих покрасоваться в зимние морозные дни и при этом не замерзнуть – меховые рукавички. Стильно, необычно и очень комфортно. Перчатки европейского качества, фирменные зонтики, сумочки и другие всегда нужные аксессуары вы найдете в салоне «Кожаные перчатки» на Беринского, 49, где сегодня побывала наша съемочная группа. Загляните также в магазин на улице Комарова, 21. Продолжаем выпуск, в котором мы сегодня говорим, как важно и как хорошо вести активный образ жизни. Быть открытой новому, развиваться, совершенствоваться в чем-то. В чем именно, можно спорить. Сколько дам, столько и мнений. Но ни одна из нас не откажется узнать что-то новое о том, как подчеркнуть и сохранить женскую красоту. С чем не поспоришь, так это с удивительной красотой и шармом индийских женщин. Безупречная кожа, нежный овал лица, всегда роскошные, живые и блестящие волосы. Косметологи утверждают, секрет индийских красавиц в особых средствах ухода за собой. Ведущее направление индийской индустрии красоты – использование по максимуму натуральных продуктов в составе любых препаратов и даже полностью натуральные средства, без химических компонентов, согласно индийским традициям, аюрведические. Одно из самых популярных таких средств – хна. Один из наиболее известных древних натуральных красителей. Она не только окрашивает волосы, но естественным образом ухаживает за ними. Она имеет такие свойства, как глубоко проникать в структуру волоса, укрепляя его, хорошо влияет на кожу головы, глубоко питает луковицу, имеет свойство убирать перхоть или, допустим, какие-то воспалительные процессы на коже головы. Современные краски на основе хны волосы не повреждают, а лечат. И это целая палитра оттенков, в том числе для блондинок. На основе бесцветной хны – великолепные маски для волос. Умащивать растительным маслом волосы – обязательная процедура с самых древних времен. Это объем, блеск, жизненные силы волос. Один-два раза в неделю по полчаса до мытья головы нужно делать маски с теплым кокосовым, миндальным, льняным маслом. А несколько капель масла эфирного полезно добавлять в обычные шампуни и бальзамы. Для блеска волос – мелисса, от перхотечайное дерево или универсальное – апельсин, пачули. Можно попробовать, не подойдут ли вам больше натуральные шампуни с индийскими мыльными орешками, гелеобразные или в виде порошка, который разводится водой. Есть также мыло на основе оливкового масла. И о рациональном питании не забываем. В нем залог успеха всех процедур красоты. В аюрведической кухне часто используется черный тмин и пажитник. Способствуют росту волос, улучшают их состояние, укрепляют корни. Уход за волосами в стиле индийских красавиц – целое искусство, но кто желает, успешно его освоит. Товары для красоты и здоровья приглашают приобрести магазины индийской косметики и специй «Аюрведа» с телефон 2-975-00. Традиционно осень на Руси – время свадеб. Считалось, свадебная пора начинается 14 сентября в Семенов день и заканчивается 28 ноября. Говорили, самое доброе время свадьбы – править. Многие сегодня с этим согласны. Дождь или снег – помеха небольшая. Современная индустрия красоты помогает невесте не переживать о прическе и макияже при любых капризах погоды. Свадьба – это день, когда невеста должна быть самой прекрасной. Все взгляды и объективы камер будут обращены в первую очередь на нее. Все в ее образе должно быть идеальным. И одним из ключевых моментов – свадебный макияж. Макияж особенный, ведь образ невесты яркий, выразительный, и в то же время красота должна быть естественной и нежной. Невеста должна отлично выглядеть и на свадебных фотографиях, и в глазах гостей, в помещении и на улице. Макияж должен стойко перенести весь день, продержаться при любой погоде, выдержать слезы радости, объятия и поцелуи жениха и гостей. Создать подобные произведения искусства в самый важный, волнительный день под силу только опытному мастеру, располагающему качественной профессиональной косметикой и безупречным вкусом. Ну, свадьба – это один из самых запоминающих событий в жизни, и мне кажется, в этот день каждая девушка, женщина хочет быть очень красивой, идеальной, наверное, от кончиков просто пальцев до волос. Все должно быть очень красиво, и очень важно выбрать мастера, быть уверенным в нем, чтобы ничего не испортило праздник, быть красивой на самом деле и счастливой. Настоящий профессионал незаменимый в создании прически невесты. На нее жених непременно обратит внимание. С какими только прическами он не видел свою возлюбленную со дня знакомства. Наверняка думает, что удивить его уже невозможно. Но в этом он сильно заблуждается. Свадебная прическа, при условии, что ее делал не просто мастер, стилист, поразит даже самого стойкого, разбалованного ежедневным созерцанием красоты своей невесты-жениха, вызовет всеобщее восхищение и белую зависть подруг. Вы совершенство до самых кончиков ногтей. И это не преувеличение. Безупречный маникюр – непременные условия. Что касается модных тенденций свадебного маникюра, в этом сезоне актуальны натуральные медленные ногти. Если вам по душе мягкий романтичный образ, отдайте предпочтению цвету нежной гвоздики, персиковому или бежевому оттенку. Кстати, это самые трендовые цвета сезона. Классический французский маникюр тоже уместен, а вот блестки, стразы, цветные пудры – это очень умеренно. Но вот вы и готовы выйти на красную ковровую дорожку ЗАГСа. Вы улыбаетесь, и ваши глаза сияют. Вы прекрасно осознаете это. Вы обворожительны и заслуженно принимаете бесконечный поток комплиментов. И как высшая награда – полное обожание, взгляд любимого. Создать неповторимый образ невесты от эксклюзивной прически до уникального романтичного визажа вам помогут стилисты салона красоты «Коктейль». Улица Тимирядево, 7-1. Телефон 220-24-45. Будьте красивы! На сегодня у нас все. До встречи ровно через неделю. Всего вам доброго. Будьте красивы и активны этой осенью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин